здравствуйте и вы на канале мой сад моё хобби сегодня у нас последний день октября стоит прекрасная солнечная погода правда не очень тепло холодный ветер но погода красивая солнечная листья уже практически со всех деревьев опали может быть вы удивитесь что рядом со мной стоит корзина с такими красивыми игрушками а на столе вот такие предметы декора а это не случайно потому что я жду в гости свою сестру ирину она по профессии художник-декоратор а по призванию художник она пишет картины и делает вот такие прекрасные куклы и своего авторского материала я хочу ее убедить участвовать в моем видео и рассказать немного о этих поделках а ее авторском материале из которого это сделано и возможно уговорить участвовать еще в видео провести такой мастер-класс по поделке игрушек я знаю очень многие зрители любят заниматься перед праздниками новогодними в основном вот такими поделками делать какие-то украшения для своего дома для своего сада и я в том числе я отношусь к числу таких зрителей и поэтому я хочу уговорить свою сестру ирину показать нам как делаются вот такие поделки или что-то попроще что вы могли бы сделать сами или со своими детьми или внуками для новогодней елки для новогоднего декора это очень интересно вот сейчас она подойдет я попросила принести с собой еще и и некоторые поделки показать нам я надеюсь покажет здесь на столе лежит также вот такой рождественский веночек это подарок от моей сестры для меня и он всю прошлую зиму провисел у меня на входной двери очень красивая подделка очень сочетается с коричневым деревом у меня коричневая деревянная входная дверь в доме такой ангелочек вот это все она делает своими руками я еще дам ссылку на ее инстаграм где вы можете посмотреть все ее поделки а также заказать если кому-то будет интересно вы можете заказать эти поделки и они будут вам высланы и не только в украине вот это мои поделки это набита из шерсти игрушка она еще не совсем закончена видите у кота нет хвоста вообще это код такой красивый код большой я его не закончила но планирую все-таки закончить потому что он мне очень нравится и вот такие красивая мишка и сама первая поделка это я училась пользоваться шерстью вернее училась набивать из шерсти игрушки это самая первая поделка мышонок я думаю вы скоро увидите в моем саду одну фигуру сделано моей сестрой и и руками это красивая большая фигура для дизайна сада я скажу по секрету это фигура водяного она будет стоять где-то недалеко от моего водоема это настолько красивая фигура что я уже очень сильно хочу вам ее показать но там есть немножечко еще доработки и она когда это сюда делает исправит она мне ее привезет я ее выставлю в саду и вам это покажу обязательно покажу это подарок для меня она сделала такую куклу очень красивая интерьерная кукла шикарном наряде пришла приветик друзья вот пришла моя сестра хочу вас с ней познакомить ирочка я здесь рассказывала о том что ты делаешь вот такие прекрасные поделки и даже обещала моим зрителям упросить тебя уговорить пока рассказать как ты делаешь из какого материала эти поделки что это за материал могут ли люди сами это сделать этот материал как она называется и расскажешь да и возможно я тебя уговорю даже на мастер-класс чтобы ты показала моим зрителям как делаются вот такие красивые поделки новогодние чтобы они могли своим детям со своими детьми вернее или для своих детей для внуков сделать вот такие поделочки для нового для новогодней елки для новогодних украшений да покажешь попробуем делаем с тобой мастер-класс делаем пообещала пообещала а теперь я ее просила принести свои поделки показать и я вот хочу чтобы она сейчас нам показала покажи пожалуйста нам уже не терпится доставай так что еще забираем давай расскажи нам что это пожалуйста микрофон расскажи пожалуйста хочу начать с новогодних елочных игрушек это мое авторское папье-маше и так как ты просила я потом сделаю мастер-класс но если интересно вам это на основе бумаги мела и еще есть один секретик это интересный да это интересный клей это необычная папье-маше вы такого не найдете не в ютюбе нигде так что попробуем очень интересно я хочу я хотела бы чтоб ира нам сделала этот мастер-класс мне самой интересно может быть я тоже бы когда-нибудь сделала такие бы игрушки какие-то свободное время ведь садом работы закончатся с приходом зимы и можно будет заняться поделками для новогоднего украшения дома и сада я хочу вам показать интересный веночек которая сделала в прошлом году я его оставляла себе он мне очень нравится очень красивый у меня есть на страничке в инстаграм вот этот человечек это можно сказать ангел новогодний и веночек вот эти все элементы они сделаны из папье-маше здесь добавлены некоторые элементы природные вот можно да такими вот добавлять разные брать шишки нас саду ведь есть там многих это творчество у нас есть сосны вот меня есть есть шишки я тоже могу это мои шишки да ир да это твои шишки кстати кстати это шишки своих деревьев да и не помню как называется дерево но очень мне понравились Сосны, да? Сосны, это сосна. И вот я когда пришла к сестре, и мне очень понравились эти шишки, я подумала, куда бы их можно было применить. Так как мой материал имеет очень большие возможности и позволяет делать интересные вещи, я их применила сюда. Этот веночек висел у меня на двери на рождественские и новогодние праздники. Очень красиво, мне очень нравится. Мой тоже, конечно, ничем не уступает по красоте. Вот, я хочу... Расскажи, пожалуйста, да, что? Про куклы, да? Из этого материала я делаю куклы. Вот эти куколки. Авторские куклы, просто авторские. Я видела много этих кукол. У меня есть, у сестры, у нас у всех сделаны они в подарок, нашей Ирочкой. Всем нам сделаны по такой кукле в подарок, очень красивая, да. Да, пожалуйста, расскажи, пожалуйста, о материале, да? Это из этого материала? Да, это из папье-маше. Вот, пожалуйста, куколка. Она стоит. Интерьерная кукла. Одежда у нее из ткани. Вот, обувь и лицо, и... И что еще у нас тут? И все пока. Из папье-маше. Здесь очень сделаны... Вот вижу брюки, настолько красиво, ну, натурально. Складки все выложены. Сейчас я покажу поближе. Очень красиво. Просто понат... Настоящая ткань. Здесь акрил, лак акриловый. Ну, в общем, это... Когда ты потом нам расскажешь в мастер-классе, обязательно. Ты обещаешь, да? Я. Попробую. Попробую, если вам понравится. Понравится. А также я вам хочу показать... Еще одна поделочка. Это шкатулка-торт. Была у меня с ним одна история, Жанг. Пришли однажды ко мне друзья. Торт стоял так вдали, на полочке. И они уже потребовали к чаю торт. Спрашивают... Да, вот этот. Этот торт. Почему не подаем? Даже не этот. У меня стояло два. Два. Это второй. Это второй. А тут я в следующий раз... В следующий раз я его принесу. Он у меня стоит. У меня как модель. Я делаю мастер-классы на его основе. Ира. Кстати сказать, Ирина делает мастер-классы, проводит мастер-классы по изготовлению этих игрушек, да? По изготовлению игрушек и таких поделок. А куклы это не показываешь случайно в мастер-классах? Куклы я делаю, но попроще, которые делаю. Это сложные. Это очень сложные поделки, эти куклы. Для меня это очень сложно. Я пыталась, правду вам скажу. Но из другого материала, да. И что с этой шкатулкой? Ты его порезала? Ну вот люди спутали. Он стоял немножко вдали, так пару метров. Люди спутали. Вот. Шкатулочка открывается. Здесь вот можно хранить. Можно елочные игрушки даже те же хранить. Я думаю, больше подойдет для драгоценностей. Каких-нибудь деревянные бусы, каменные, из натурального камня. Это такого, мне кажется, стиля. Нет? Ну не знаю, так нужно пожеланию. Еще хочу показать вам не окрашенный акрилом этот материал. Папье-Моше моя отшлифованная. Вот смотрите. Скажи, а что у тебя еще там в пакетах? Это мои эти подаренные тобой мне домики. А ты покажи то, что у тебя. Я знаю, что там что-то очень интересное. Кстати, тоже к чаю. К чаю. Это Ира принесла мне к чаю. К чаю такие пирожные. Между прочим, не сразу поймешь, что это не настоящие пирожные. Ира принесла мне к чаю. Давай попьем чаю с пирожными, что ли. Да? У нас чай. Чаепитие с пирожными. Ир, у меня к тебе есть пару вопросов. Вот просто как профессионалу. Ты как художник можешь ответить? Я хочу задать тебе вопрос по подбору цвета на клумбе. Потому что ты мне подсказала некоторые вещи, когда мне нужно было мою клумбу разбавить цветом. Ты мне подсказала, что нужно добавить туда синего цвета. Я добавила. Я довольна. Я рассказывала это в одном из своих видео. Кстати, в последнем, в предыдущем, скажем так, видео я рассказывала об этом. И я хочу у тебя спросить, вот задать тебе такой вопрос. Если мы хотим сделать, например, клумбу в красном цвете, какой еще цвет нам нужно добавить в эту клумбу, чтобы она была максимально декоративной, чтобы цвет не мешал, не вырывался оттуда, чтобы он гармонировал с этими растениями красного цвета. Я скажу. И да, да, дай нам, пожалуйста, совет. Вот я хочу сделать клумбу в красных тонах, в красных цветах. Какой еще из цветов я могу подсадить в эту клумбу, чтобы она смотрелась красиво, гармонично? Пожалуйста. Есть небольшие секретики. Например, если ты хочешь подчеркнуть и сделать цвет ярче, красный, ты берешь дополнительный цвет по цветовому кругу напротив. Это, естественно, все знают, это зеленый. Зеленый у нас это листва, она и так, его всегда много присутствует. А что еще из цветного, из цветного подсадить, именно цвета, цветы? Если ты хочешь уравновесить, да, например, поспокойнее сделать, ты можешь взять по цветовому кругу рядом лежащие цвета. Это какие, например? Но, 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 это те же красные, красные разных оттенков, оранжевые, желтые, но смотреть нужно по тепло-холодности. Если у вас, например, холодный красный цвет, это ближе к бордовому, скажем, к сиреневому, так, но не калому, вот, то тогда вам нужно брать, чтобы уравновесить тоже холодного, холодного оттенка, желтая, холодного оттенка, оранжевая, холодного оттенка, красная. А как понять, что это холодного оттенка? Например, для, для простого человека, вот я пришла в садовый центр, есть желтые, желтые цветы, какие из них холодные, какие из них теплые? А я скажу, холодное, это тот желтый, который ближе к зеленому, например, лимонно-желтый, он более холодный, чем оранжево-желтый, вот. Это понятно, это мне понятно, вот даже я показывала цветовую гамму своей осенней горки, да, своего миксбордера, это оранжевая, это теплая цветовая гамма. Да, но из оранжевых тоже могут быть холоднее цвета, которые ближе к зеленому, и теплее, ближе к красному, скажем так. Так, холоднее, ближе к зеленому, и теплее, ближе к красному. Да, да, то есть, например, желтый яичный желток, это более теплый цвет, а желтый лимонный, это более холодный цвет, ну и так далее. Если брать из красных, алый такой, ближе к желтому, это теплый считается. Ближе к оранжевому, скажем, да, или нет? Да, к желто-оранжевому такой, а красный ближе к бордовому, это холодный, вот. Ну, там идет тональность уже, то есть, теплее. Нам попроще, так, чтобы, знаешь, вот я пришла, то есть, мне нужно смотреть. Если у меня красный такой, какой-то яркий, такой теплый, как ближе к оранжевому, к желтому, да, я выбираю такие же теплые, насыщенные, оранжевые, там, оранжевые тона или желтые, такие теплые, насыщенные. А если у меня красный ближе к бордовому, к холодному, я выбираю ближе к лимонному, такие вот более холодные, да, цвета, это близкие. Хорошо, а красный по контрасту, по контрасту, какие могут быть на клумбе. Допустим, мы хотим сделать такую контрастную клумбу. Не такую вот, как бы, как ты говоришь, близкими по цвету, чтобы она была, как ты сказала? Если вы хотите выделить, можно и выделить по тону, то есть, можно брать намного светлее цвет, ну, цвет. То есть, даже там белый, если ты посадишь, но белый с оттенком желтого, знаешь, такой, да, да, ну, холодного желтого, например. Такие нюансы тоже надо знать, знаешь, еще белый, бывает разных оттенков. Да, разные, ну, все же это знают, да. Не все. Ну, обычно, я думаю, что все, кто занимается садом, он просто чувствует и интуитивно это подбирает очень часто. Но просто иногда человек становится в тупик и не знает, вроде бы как не подходит цвет, ну, и не знает, что делать, ну, тогда уже пользуемся цветовым кругом. Вот, и тенокруг, кстати, цветовой тенокруг, и можно посмотреть, там очень большие раскладки цветовые. То есть, берем или дополнительный цвет напротив, или рядом стоящие два цвета, они всегда будут, они всегда будут подходить. Спасибо. Спасибо, Ирочка. Давай попьем чай с нашими пирожными. Давайте, давайте, Жанночка. Класс. Вообще. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok